6 класс, 10 серия. Решение задач. Задача первая. К числу 24 припишите слева и справа по одной цифре так, чтобы полученное число делилось на 36. 36 можно представить в виде произведения двух взаимно простых чисел. Это 4 умножить на 9. То есть надо приписать две цифры так, чтобы полученное четырехзначное число делилось на 36. То есть делилось и на 4, и на 9. Давайте начнем с признака делимости на 4. Две последние цифры числа. Должны быть 40, 44 или 48. Это те двузначные числа, которые делятся на 4. Теперь осталось найти первую цифру. Надо применить признак делимости на 9. Сумма цифр числа должна делиться на 9. Если в конце 0, значит первая цифра 3, сумма цифр числа 9 делится на 9. Если в конце 4, значит первая цифра 8. И если в конце 8, первая цифра 4. Сумма цифр числа 18 делится на 9. Итак, данная задача имеет три решения. Задача вторая. Двое путников одновременно вышли из пункта в пункт В. Первый. Половину времени, затраченного им на переход, шел со скоростью 6 км в час, а затем 5 км в час. Второй. Первую половину пути шел со скоростью 5 км в час, а затем 6 км в час. Кто из них раньше придет в пункт В? Раньше придет первый. Потому что за половину времени, со скоростью 6 км в час, он пройдет больше, чем половину пути. И он в пункт В придет раньше. Задача третья. Как изменится частное, если из делителя вычесть 1 четверть его? Делимое А, делитель В. Если из В вычесть 1 четверть В, то получится 3 четверти В. Значит, это все равно, что 4 третьих умножить на частное А разделить на В. Итак, частное станет больше в 1 целую и 1 треть раза. Задача четвертая. Найдите двузначные натуральные числа, которые уменьшаются в 13 раз от зачеркивания последней цифры. Допустим, двузначное число, в котором А десятков, В единиц. Если последнюю цифру зачеркнуть, получится однозначное число, в котором А единиц. И вот это число в 13 раз меньше двузначного числа. Так, можно, рассматривая вот это равенство, вычесть и слева, и справа 10А. И тогда получится, что В это 3А. Ну, или 3А равняется В. А и В – это цифры двузначного числа. Какие возможны варианты? Если А – 1, В – 3. Если А – 2, В – 6. И если А – 3, В – 9. Других вариантов нет. Итак, 3 двузначных числа подходят. 13, 26 и 39. Задача пятая. Сколько выпуклых четырехугольников можно найти на картинке? На картинке есть четырехугольники, которые состоят из двух частей. Так, вот это первый. Это две части. Показаны внутренние области этих частей. А вот здесь будут находиться вершины. Так, это первый, который состоит из двух частей. Затем еще один, состоящий из двух частей. И третий, который тоже состоит из двух частей. И вот внутренние области этих двух частей показаны. А здесь будут находиться вершины. Итак, три четырехугольника, которые состоят из двух частей. И два четырехугольника, которые состоят из трех частей. Вот это один из них. Так, здесь будут находиться вершины. И еще один, который состоит из трех частей. Так, здесь находятся вершины. Итак, всего на картинке можно найти пять четырехугольников. Три, состоящие из двух частей. И два, которые состоят из трех частей. А всего их пять. Ответ пять. Три, состоящие из двух частей.